Практическая психология Не каждый человек способен уйти в свободное плавание Именно так называют людей, которые занимаются фрилансом Вообще, расскажите нам, кто это такие И расскажите вашу историю Как вы превратились в эксперта по продажам И во фрилансера, который сейчас не имеет своего собственного офиса, директора И который свободно живет Все верно, так оно и есть Вообще, фриланс зародился в США в 1974 году прошлого века И сначала он назывался как телеработа, телезанятость Теле Теле, да То есть людей освободили от возможности работать в офисе И они работали через телефон Затем, 10 лет спустя, работу называли фриланс То есть гибкая занятость И многие из них действительно начали полностью работать дома В России фриланс появился гораздо позже Но чем он отличается, это больше работа молодежная Хотя последние полгода все начало меняться Люди разных возрастов поехали, пошли работать в интернет Да, ну вот смотрите Например, в Америке Да, ну вообще на Западе, да Часто мы можем, например, наблюдать Даже когда я, например, отдыхала, да Человек говорит Да, я уже десятки лет не хожу в офис У меня даже нету там, да Директора, я сам на себя работаю И все это не только с помощью телефона, да Но и вот как раз с помощью интернета Получается, что в принципе все чаще мы слышим о том Что у человека есть такой выбор Да, ты можешь, начиная со школьной скамьи Выбрать именно такую форму труда, да На самом деле, да, это форма Человек сам может выбирать работать ему в офисе А либо работать ему дома Но работать все равно придется Работать придется, это такая же работа И придется организовывать себя самому И не будет человека, который тебя заставляет Это уже делают клиенты твои, и ты сама Поэтому ответственность полностью на тебе В этом главная сложность В этом главная сложность Потому что мы с вами понимаем Вот даже процесс взросления, мужания людей, да Он же тоже поэтапный И, например, если ребенок в 7 лет Это себя пока еще не может организовать Ему помогает в этом учитель, да Учитель обучает ребенка, что такое учиться Дальше он где-то уже может самостоятельно Выполнять домашнее задание, еще что-то, да И вот уже к концу школьной деятельности У нас кто-то в состоянии идти и обучаться Получать высшее образование А кто-то ведь нет, да Мы это с вами тоже наблюдаем в жизни И вот мы не можем перепрыгнуть Через все эти этапы становления личности В каком возрасте вам кажется Человек готов уйти вот именно в такую форму деятельности? Каждый решает сам Я знаю 18-летних людей Даже пораньше, более молодых, кто уже работает И знаю людей, кто уже в достаточно солидном возрасте Не готов работать в интернете Такие люди есть Либо они начинают, им не нравится Они возвращаются в привычную стезю А такие истории тоже есть, да? Когда человек попробовал Понял, что это не его Бывает по-разному Бывает, что понял, что не его То есть есть у меня клиентка Которая вот нравится ей работать с людьми Она работает как психолог И ей приятно смотреть человеку в глаза И общаться с ним лично Помогать ему руками, глазами, голосом Так вот И я его там поддерживаю Есть другие люди, которым не удалось То есть они обожглись, испугались У них не получилось Это очень грустно Но их можно вернуть обратно в интернет Просто сделать вторую попытку Ну если в этом есть потребность, да? Конечно, если они захотят Хорошо Валя, расскажите нам про свою историю Как вы оказались фрилансером? И вообще это для вас был выбор Или же это, знаете, бывает стечение обстоятельств? У меня история такая очень интересная Ну, пожалуй, это популярный ход событий Я вышла в декрет и поняла, что на свое основное место работы Я уже не пойду после декрета И все закрутилось очень быстро Уже буквально в полгода ребенку я начала искать Какие-то дела для себя Мы с подругой пробовали удаленно продавать Потому что я эксперт по продажам Водили продаж всю жизнь Затем я зашла в сетевой Познакомилась там с одной очень замечательной девочкой Нашей, Кировской И я поняла, что я хочу так же И нас жизнь очень тесно спила Мы некоторое время с ней активно контактировали Она многому меня научила Вот это, пожалуй, тот человек, который дал мне крылья И сколько вы лет уже занимаетесь фрилансом? Я во фрилансе полтора года Что самое сложное было на первоначальном этапе? Самое сложное было понять, что я это могу сделать То есть поверить в себя И доказать это другим Потому что муж часто не воспринимал эту работу всерьез По первости И еще очень сложно было выйти в прямой эфир Это в прямой эфир, например, в ВК Или в какой-то социальной сети Поняла То есть тут приходится преодолевать себя Нарабатывать какие-то новые навыки Обязательно Да, тут происходит развитие тебя как личности Что еще? Что еще было интересного в период становления В период своей истории? У меня все было очень интересно То есть ко мне подворачивались люди, которые мне помогали Очень много Со мной было такого волшебства Когда я очень хотела чего-то, и оно происходило То есть подворачивался какой-то курс Подворачивалось знакомство Многие вещи со мной происходили без моей финансовой оплаты То есть вот, как это сказать, подарком судьбы Это огромное счастье Хорошо Ну, как у нас сейчас в России с фрилансом обходится? Происходит? Что сейчас интересного там? Сейчас многие, кто работал с людьми, с детьми, со взрослыми Вот эзотерика, психология и другие сферы Образование очень широко Они идут в интернет, потому что хотят работать с людьми Хотят зарабатывать больше, чем у них получается И все возможности для этого есть Как раз такие вот люди начинающие, кто плохо разбирается в технических возможностях Они становятся моими клиентами Я помогаю То есть я правильно понимаю, что у нас само время диктует Что ты можешь попробовать себя не только в традиционном виде деятельности Но и вот смотрите, у нас сейчас, например, этот период самоизоляции, который был Ведь очень многие люди действительно думали, что они исключительно могут ежедневно ходить на работу Выполнять какие-то свои обязанности А тут оказалось, да, вот очень много сейчас статей, статистика такая есть Что очень многие люди, попробовав, да, для себя поняли, что оказывается, я могу вообще работать на удаленке Это тоже своего рода такой фриланс, да? Все правильно я понимаю, нет? Конечно, да, удаленная работа – это полностью фриланс И у меня есть клиентка, которая репетитор английского И она работала с детьми, приводила их к себе домой То есть работала удаленно, но дома, получается, не на школу И когда началась вот эта вся катавасия, она буквально за один день стала фрилансером уже в интернете Жизнь заставила ее освоить все программы, и она резко так вот вышла Сейчас она счастлива, что был такой большой пинок для нее Да, я думаю, что это вообще время было для многих большим таким волшебным событием Да, которое нужно было прожить и вовремя сориентироваться, встроиться и попробовать себя абсолютно в разных, да, новых ролях Хорошо, давайте мы с вами немного поговорим про... Вот вы сказали, что вы подготовили статистику. Какая у нас есть статистика по именно фрилансу? Ну, как я уже сказала, у нас 75% фрилансеров до сих пор это молодые люди Молодые, это вот совершенно новое поколение, которое умеет легко и как рыба в воде плавает в интернете Да, большинство фрилансеров 30 лет или моложе Сейчас, как вы заметили, школьники не хотят учиться в вузах, большинство моих знакомых И они хотят работать блогерами, они хотят развивать канал YouTube То есть у них есть такое горячее желание, и родители часто не воспринимают это всерьез Напрасно причем Потому что если у ребенка это получается, ну или там у подростка это получается То почему бы тогда не дать ему возможность это монетизировать? Да, все верно Большая часть среди моих клиентов занимают люди, которые значительно старше меня Это тоже моя большая гордость, это доверие ко мне Они работали всю жизнь в какой-то своей сфере и вот решили сменить направление Либо сетевое выбрать, либо какое-то другое И для этого им нужны знания и новый опыт И я знаю людей с 70-80 лет, которые не боятся сменить работу С 70-80 даже лет? Да Ничего себе Осваивают YouTube, осваивают Instagram, записывают Stories, прямые эфиры ходят Причем очень активно и у них хорошо получается Если хочешь продлить себе жизнь, да, то узнавай что-нибудь новое Очень сильно, да Хорошо, вот какой набор должен быть у человека личностных таких характеристик, да, и умений, и навыков, чтобы он мог сказать Я готов попробовать именно такой вид деятельности, именно такую форму деятельности Тут конечно важна самоорганизация, потому что никто тебя не будет заставлять Никто не будет планировать твой день за тебя Да, у тебя уже не будет вот этого от звонка до звонка, там, например, с 9 до 5, да? Да, при этом нужно отдыхать, потому что можно себя загнать очень сильно Если не делать перерывы, если не заниматься какой-то банальной гимнастикой, можно очень сильно надорвать спину, например, сидя Это такая прям проблема Нужно планировать свое время, устраивать для себя перерывы время от времени Нужно уметь разгружать мозг, потому что ты работаешь дома, ты отдыхаешь дома Получается, у тебя нет ни рабочего места, по сути, ни места отдыха Это тоже такая... Нужно зонировать свой дом То есть в этом месте только работаю То есть вот в этом месте я уже не работаю совсем И, конечно же, нужно горячее желание Горячее желание? Да, если вы боитесь каких-то технических возможностей, то есть много людей, которые вас обучат Либо сделают это за вас Сейчас неважно все уметь А что должен уметь человек, который готов выйти в интернет, работать в интернете? Что он должен уметь? Какие должны быть, да, у него ноги? Я думаю, что многие из нас умеют что-то по жизни, просто они не воспринимают это всерьез Большинство моих клиентов считают, что они обычные люди Ну, умею я хорошо вязать, ну и что? Все же умеют вязать, таких, как я, много И в этом главное заблуждение нашего времени Если ты классно вяжешь, то это уже повод выйти и рассказать о себе Так, потому что это потом можно этот навык монетизировать Да, да Ну, смотрите, сейчас вас нас слушают с вами, да, и говорят Ой, да, я тоже, например, спицами, крючком вяжу Да, но тем не менее, я ведь, это всего лишь мое хобби Да, то есть, почему кто-то становится фрилансом, да, кто-то может, например, даже свое хобби превратить в монетизацию, а кто-то нет Ваше мнение, а я потом попробую рассказать это с точки зрения психологии Мое мнение, это всего лишь наша смелость То есть, я либо хочу о себе заявить, хочу чего-то большего Либо мне достаточно того, что у меня есть Вот, пожалуй, в этом и разница То есть, я готова блеснуть своей харизмой, да, выйти на видео Написать текст о себе Громко сказать, что вот я такая, я могу Либо я этого не делаю и продолжаю просто дома заниматься своими делами То есть, получается, что, ну, кстати, я тут читала, когда готовилась к программе, да, такую статью, что чаще всего во фриланс идут люди, которые являются, если по темпераменту, это холерики и сангвиники, да Но в то же время очень интересно, есть еще одно исследование, люди, которые, сангвиники и холерики, это же такие люди, которым обязательно нужен другой человек, понимаете, да То есть, с которым нужно глаза в глаза увидеть, там, да, его, с ним, может, там, потрогать, там, попить чай, еще что-то, да А вот люди, которые не спеша, не любят, когда большое количество народа, да, это уже совсем другой психотип И они вроде бы как рыба в воде, наоборот Вот они вот в интернет-пространстве, да, и они легко и просто туда входят У них создается ощущение того, что они, там, знакомы со всем миром, раздвинуты у них границы, да Но это как раз не холерики и не сангвиники То есть, в итоге всего этого исследования делается такой вывод, что, в принципе, во фриланс может уйти любой человек Но самое главное, вот это ядро такое, да, чтобы ты не боялся предъявить себя миру То есть, потому что, как вы говорите, научиться, там, вести прямые эфиры, научиться писать тексты, научиться продавать все то, что ты умеешь делать и это монетизировать Это возникает только тогда, когда у человека есть потребность Да, когда у человека есть потребность Очень много историй, да, которые, например, я читала для подготовки сегодняшней программы Люди не осознанно прямо так туда шли Так сложилось, так получилось Да, 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 то есть, жила в каком-то удаленном месте, где не было другой работы Начала в интернет выкладывать свои работы Появился спрос, и опаньки, оказывается, я все уже, я уже блогер И где-то бывает шок Да, или, например, даже элементарные такие вещи Человек имеет юридическое образование, да И вроде мы тоже привыкли, там, юристы, они что, да Они там ходят, там, по судам, там, да, что-то еще там Составляют какие-то договора, отстаивают какие-то чьи-то интересы, да А теперь это можно сделать даже на расстоянии Самое интересное, что юристы очень популярны Они сейчас очень сужают свою нишу и выбирают какую-то узкую направленность Например, юрист только на открытие ООО Или юрист только на банкротство И становятся мега популярными В этом, пожалуй, и суть Что ты выбираешь узкое направление, его развиваешь, становишься в нем лучшей И интернет-пространство позволяет нам сейчас не просто быть специалистом в одном городе Или там в одном поселке, да А если ты считаешь, что ты тот самый волк, которого ноги кормят, да То ты можешь оказывать эти же услуги людям, находящимся у любой точки мира Что тоже очень важно, правда? Да, это очень приятно У меня есть клиентки из наших бывших союзных республик Это прям бальзам для меня, когда ко мне приходят люди из других стран Давайте расскажем несколько историй из жизни Как люди приходили в фриланс, как они сейчас развиваются Вы же наблюдаете все это, да? Да, конечно, конечно, это бывает у каждого У каждого история своя, пожалуй Моя история началась с того, что я, например, вышла в декрет и начала поиск себя Перебором, пока не наткнулась на то, что мне действительно нравится Есть у меня подруга, которая в период пандемии начала заниматься детской одеждой И, конечно же, у нее все получилось Потому что желание и потребность зарабатывать, оно соединилось с таким вот временем горячим И у нее нашлись клиенты Также Есть, в принципе, в любой сфере, в любой сфере можно занять свою нишу, правильно я понимаю, да? Да, все верно Хорошо, ну давайте мы с вами поговорим Чем же вообще можно гордиться вам уже за эти полтора года? Я горжусь тем, что меня рекомендуют Это приятно И наши кировские люди, и люди из других городов То есть ко мне люди приходят по сарафанному радио Также я очень горда тем, что люди ко мне приходят старше меня Это доверие, это счастье для меня У меня есть люди из других стран К примеру, я поработала за это время с Испанией Я поработала с Казахстаном, с Белоруссией То есть география все время растет Российская география очень широка Это классно И недавно я училась на курсе по копирайтингу Я была одной из лучших в потоке Сейчас я работаю там куратором Тоже огромное счастье Я востребована Вот это здорово, потому что, смотрите Вроде бы сначала, имея педагогическое образование Мы, ну чаще всего что? Ну значит пойдет работать учителем Или там воспитателем в детском садике Или там получил это медицинское образование И как будто бы путь-то твой предначертан уже Что ты вот Но каждый из нас решает сам Где ему быть Как ему зарабатывать Каким образом ему проявляться в этот мир Да? Да, все верно То есть заканчивая университет Высшее образование педагогическое Я понимала, что я не хочу работать педагогом У меня для этого не хватает душевных сил И я сразу же выбрала сферу продаж И целенаправленно пошла Мне очень, мне очень везет в этом плане То есть я нашла курсы 1С Из курсов 1С я сразу же попала В крупную кироскомпанию в холдинг Оттуда из операторов Я сразу же попала в торговые представители То есть мой путь был очень таким быстрым И огромными скачками это счастье Мне везет с людьми Давай поговорим о том Вот когда ты приняла решение Что ты все-таки уходишь и не работаешь Ни на кого, а только сама на себя Наверное, очень была важна поддержка родных и близких Но она не всегда ведь бывает Вот честно, поддержка родных и близких Меня волновало меньше всего Меня больше волновало мнение моих друзей Удивительно Я знала, что многие считают Такую работу в интернете торговлей воздухом И вот с этим мне приходилось бороться Мне приходилось им объяснять, что это не воздух Это знание Что я несу реально людям пользу И в итоге друзья в меня поверили А почему было так важно именно мнение друзей? Вот я не могу вам сказать, почему Муж поверил в меня сразу же И поддерживал меня сразу же Родителям не важно Лишь бы я была счастлива Они видели, что я нашла новую работу И у меня получается И они меня не отговаривали Вот мы еще сейчас проговорим Такой ведь вариант фриланса Что, например, вы организовали Как бы свой собственный бизнес в интернете А есть, например, я знаю людей Которые пишут статьи И у них работодатели бывают Из разных концов света То есть тут получается, что ты должна Себя как специалист И еще и умудриться продать Сейчас это все упрощено Есть биржи фриланса Есть чаты, в которых ищут работу Есть объявления То есть достаточно себя хорошо презентовать Показать несколько своих работ Тут такое же резюме, как обычно в жизни И вот тебя уже взяли на работу Точно так же вот я сейчас работаю куратором По сути, это наемная работа Но только не выходя из дома Кстати, вот насчет не выходя из дома Ведь очень многие, особенно мужчины, говорят Я не могу работать дома Если женщина как-то быстро Очень встраивается в этот процесс То для мужчин это бывают действительно проблемы Потому что даже просто уйти из дома И пообщаться, например, с коллегами Или уйти, прийти на свое рабочее место Где твоя собственная кружка Твое удобное кресло Это ведь тоже такой элемент новизны Который тебя всячески подбадривает Что ты сейчас перестроился Отработал как следует А потом возвращаешься опять в лон из семьи Как вам удалось не выгореть Вот в этом постоянном состоянии Что я все время дома Все время с семьей Все время дети Хороший вопрос Да, были сложности Но я сделала дома четкое зонирование Что вот есть кресло, есть компьютер Это только рабочее место То есть там просто ты время уже свободное Не будешь проводить? Время свободное нет Свободное время это другая уже часть квартиры И будет здорово, когда у меня появится Свой личный кабинет Или я буду снимать офис Пока у меня такой потребности нет Но большинство моих коллег Из дома ушли Они снимают небольшой офис Буквально там несколько квадратных метров с окошком И говорят, что это огромное счастье Что ты работаешь не дома Надо сравнить, чтобы узнать это Но пока ты дома Пока я дома Пока дома И все, что необходимо для работы Это компьютер и удобное кресло По сути, да Компьютер, удобное кресло Ежедневник, который у меня все исчеркано постоянно Гугл-документы Обязательно наушники Микрофон нужен дома И, конечно же Если вы будете работать дома То включайте в свою жизнь спорт И правильное питание Это поддержит вас Да, без этого никак Ну и, конечно же, свежий воздух То есть, каким образом у тебя распланирован Обыкновенный будний день? Три раза в день я занимаюсь спортом По скайпу В данный момент это так Затем у меня завтрак Обязательно я крашусь Обязательно я одеваю красивую одежду Не важно, работаю я с людьми в этот день Или просто сижу за компьютером Я в любом случае хорошо выгляжу Это для себя любимый, правильно я понимаю? Конечно Когда я знаю, что хорошо выгляжу То у меня лучше получается работать Я уверена в себе Если возникнет какой-то срочный переговор По скайпу, например, по зуму То я могу не волноваться за себя У меня накрашены губы Это, кстати, очень важно И обязательно несколько раз в неделю Я себе устраиваю вылазку с друзьями куда-то Выход куда-то Вчера много гуляю с сыном Поэтому свежий воздух у меня в жизни есть Хорошо Сколько в целом ты занимаешь для работы часов в день? Есть ли такое, например, муж приходит и говорит Ну вот опять-то весь вечер присидела за компьютером? Такое было по первости Я бывала и ночами работала Но сейчас я твердо для себя усвоила Что вот 5 часов вечера все Мой рабочий день заканчивается Закрываю свой рабочий день, да Потому что ты сама себе хозяйка в этом отношении Ты планируешь день таким образом Чтобы уже уделять вечер своим детям и своему супругу Да, все верно Это важно прям Чтобы ваш день заканчивался тогда, когда приходит домой ваша семья То есть по выходным в вашей нет места работе уже И по вечерам тоже Это сохранит вашу семью Да, я сейчас хотела об этом тоже проговорить Потому что сколько историй, клиентских историй Слышала я, когда девушка выходила на именно фриланс И семья просто трещала по швам Потому что она умудряется сделать несколько работ сразу В течение вот этого, например, дня И дети проседают, да Дети начинают входить в состояние невроза Потому что мама все время работает Недовольный муж, да Беспокойные родители и так далее Поэтому тут тоже очень нужно ответственно подойти Если вы вдруг меняете форму работы Я тут читала такую историю, мне очень понравилось Девушка-фрилансер делилась своим способом Называлась у нее зеленая шапка Она себе купила в молодости какую-то интересную шапку Яркого цвета И когда она надевала на голову эту шапку Вся семья знала, что вот в этот час мама работает И никто ее не беспокоил Получается такое вот рабочее место Вот у меня такой шапки нет У меня действует строгое ограничение То есть я сейчас уже отказываю И я вам рекомендую тоже отказывать Что вы не работаете в выходные Только очень важные вопросы И только в какое-то определенное время, да? Если нужна такая помощь Но это чаще всего уже, когда, знаешь На определенном уровне экспертности сама находишься И когда у тебя очень много Ну, выстроилась очередь из заказчиков Нет, важно отказывать им в начале Нельзя работать со всеми подряд Это очень опасно Если вам человек не подошел с самого начала Смело возвращайте ему деньги на любом этапе работы Это повышает вашу уверенность в себе И человек начинает вас уважать больше И самое главное, на пустое место На место вот этого вот отказа Приходит другой клиент, более приятный Проверенный на себе полностью Это уже личный опыт, да? Да Хорошо Давай еще немного поговорим о страхах Какие страхи были Какие страхи сейчас уже есть В связи, ну, уже какой-то опыт Да, какой-никакой опыт есть И накрывают ли периодически вот эти самые страхи А вдруг не будут заказчиков А вдруг там еще что-то будет И вообще чего боялась в самом начале? Страхи, конечно, были Как же без них? Ну, я их очень перепрыгивала удачно Мне помогали в этом люди Это про смелость Про твою смелость, да? Потому что некоторых людей Страхи так парализуют, что они даже не могут решиться Уйти во фриланс Когда я сидела на своем первом прямом эфире Я только поддакивала У нас было такое же интервью И у меня под столом дрожали ноги Это правда Я точно так же теребила руками что-то Ручку, по-моему Даже сломала ее в тот день Интервью длилось всего полчаса Но после этого мне стало гораздо легче То есть если вы сильно чего-то боитесь Придите к тому человеку Который вам поможет сделать этот шаг И так же мои страхи касались Да, денег, будут ли клиенты Но клиенты приходят Главное в этом быть уверены То есть изначально уходишь в работу Да, с чувством, что ты, во-первых, специалист Во-вторых, что у тебя обязательно Ты будешь востребованным специалистом, да? И если у тебя возникают страхи То ты от них не бежишь А идешь к ним навстречу Недаром говорят Да, посмотри своим страхом в глаза И они уже не такими Кажутся тебе огромными, да? Все верно Еще важно, что не ждать Когда к тебе клиенты придут А рассказывать о себе Потому что они и не знают Что вы такая есть классная на свете Или классный Да, действительно Это как раз тот самый принцип Которому мы учим вас Ну, как бы, да, с детства И сами учимся этому Предъявлять, заявлять о себе, миру Но мы с вами вернемся сейчас к тому Что, Валя, что наши, например Мамы и папы, да? Они уже с трудом входят Вот именно в эту форму работы Потому что им всегда говорили Что нельзя быть выскочкой Нельзя о себе громко заявлять Да, им уже сейчас Вот я просто смотрю Вот, например, да Людям, которым там 60 лет Им уже намного сложнее Вообще сделать те шаги Которые легко и просто делаем мы Или же наши дети Вы знаете, им не было сложно Рассказывать о себе О своем стаже работы О своих достижениях Но это усилие Ты знаешь, что это надо Ты знаешь, зачем это надо И своим клиентам я тоже говорю Что обязательно погремите Своими достижениями Обязательно их пропишите И расскажите Предъявите миру свои таланты Да, недаром же говорят Хвалить себя Это очень сложное занятие Да, и нельзя И ответственно И нельзя его поручать Другим людям Нужно только самим собой Разрешить Разрешить самому себе Заявить о себе Вот так Масло масляно Но тем не менее Давайте немного У нас осталось времени Да Ну вот полтора года Фрилансов У тебя опыт Если, например, я сейчас Понимаю, что Я постоянно развиваюсь Постоянно расту И получаю какую-то Например, там, да Специализацию Я могу Сказать об этом Как ты будешь расти Каким образом ты будешь Показывать И понимать Прежде всего Себе самой Что ты не стоишь на месте Что у тебя тоже Есть карьерная лестница И она может быть Весьма и весьма Увлекательной Карьерная лестница есть Здесь можно расти В разных направлениях Я могу углубляться В своей теме Я могу Переходить в какую-то Другую тему Сферу Потому что у тебя всего лишь Есть освоенная форма А чем ты будешь Заниматься В интернет-пространстве Это уже решать Только тебе Да, все верно То есть я могу В любой момент Переучиться Если захочу Я могу Нанять команду Я могу Открыть какую-нибудь Онлайн-школу Например Я пока еще не решила И сейчас Я бы хотела На сцену На большую сцену На большую сцену В роли кого? В роли ведущей Что-то рассказать Чтобы Спикера, да Отлично Пусть твои планы Все осуществятся Сегодня был первый шаг Отлично Ну вот это такая была Небольшая репетиция Перед большой сценой Я думаю, что не за горами То время, когда мы Валентину Татаурову Увидим и услышим Со сцены Как эксперта по продажам Ну и, конечно же Состоявшегося фрилансера Спасибо Это была программа Практическая психология Сегодня мы говорили И пытались разобраться Фриланс Что это Ощущение свободы Или же иллюзия Но в любом случае Я делаю определенные выводы Что это труд Причем труд ежедневный С вами была Надежда Бушмель Всем любви, здоровья И счастья Практическая психология